Привет-привет! Рыбы! Это расклад для вас на март месяц. Что ж, дорогие мои, март у нас обещает быть очень интересным, эмоционально турбулентным, жизнь нас готовит к переменам. Ну и в целом много событий. У нас начинается март с международного женского дня. У нас никто не отменял новолуние и полнолуние. Кстати, не забывайте подписываться, если еще не подписаны, и ставить колокольчик, потому что у нас к 8 марту будут выходить расклады на женское счастье. У нас всегда выходят подсказки на полнолуние и новолуние. Также у нас праздничная масленичная неделя в середине марта. Ну и, конечно же, у нас начинается в конце марта коридор затмений. Поэтому перемен не избежать. Турбулентность и переизбытка чувств тоже. И мы с вами будем смотреть, что же будет происходить именно с вами в марте месяце. Будем брать три колоды Таро, и из каждой я возьму по три подсказочки. Что ж, приступаем? Поехали? Готовы? Пристегнулись? Тогда полетели. И это двойка Пентакли. Двойка Пентакли говорит о том, что вы будете балансировать в начале месяца. Может быть, это, конечно, какое-то синхронное, ну так скажем, плавание. То есть вы вдвоем, например, как-то проводите время вместе, активно, и вам достаточно вот того, что вы вдвоем с каким-то человеком объединяетесь. Но в целом это грамотное распределение финансов. Это когда у вас все разложено по полочкам, вы четко знаете, на что вам хватает, где у вас источник дохода, и вы вот приводите в баланс все свои, так скажем, ресурсы. Также это может быть элемент торга. Например, если вы задумали что-то покупать в начале марта, то вы можете торговаться, или вы продаете, например, что-то, да, и вы торгуетесь, там, не уступите ли скидку, может быть, я найду где-то подешевле, может быть, и так. Ну, сейчас будем дальше смотреть. Смотрим. Это двойка кубков. Ну, парности вам точно не избежать, а для большинства это, конечно же, какое-то взаимодействие со своими партнерами по жизни. Это может быть как рабочий момент, так и любовная тема. Это когда вам приятно друг с другом, вы рады, что вы нашли друг друга, у вас есть общие ценности, общее устремление, и вы стараетесь порадовать друг друга. Вы считаете ваше партнерство как подарок судьбы. Это может быть совместный какой-то романтический ужин, если мы рассматриваем вашего партнера по жизни, да, или там, если вы одиноки, то это встреча человека, ну, вас пригласят на свидание, вы хорошо проведете время, ну, вам будет комфортно. Если же вы в паре, в отношениях, то вы захотите порадовать своего партнера, или партнер порадует вас, и также вы будете понимать, что вот вы в одной связке, вы вкладываетесь оба в эти отношения, и вам очень комфортно. А, ну, с бизнес-партнерами это просто обмен подарками, любезностями в начале марта, может быть так. Хорошо, смотрим, что еще. Рыцарь Кубков. Рыцарь Кубков говорит о том, что ваш творческий проект, если он у вас есть, набирает силы и обороты. Вы находите каких-то партнеров, которые, может быть, готовы вложиться в этот ваш проект, и вместе вы как-то креативненько подходите к этому делу и продвигаете его. Также для тех, кто знакомится, да, и обретает в начале марта партнера, это может быть предложение вам отправиться куда-то, может быть, на уикенд, или в какое-то романтическое путешествие, и соглашайтесь, вы проведете хорошо время. Для тех, кто долго в отношениях, то это может быть, когда страсть с новой силой, да, что вы себе, например, устраиваете второй медовый месяц, или вы заранее запланировали совместно эту поездку всей семьей, и вы понимаете, что вот в этом отдыхе вы как-то по-другому увидели своего партнера, он для вас по-другому открылся, и как будто бы заново вы влюбились в этого человека. Ну что ж, хорошее начало, я вам скажу. Смотрим дальше. Так, это у нас Королева Пентакли. Королева Пентакли говорит о том, что в вашей жизни все стабильно, все вы четко понимаете, ну и в финансовой сфере, и вообще в распределении своих ресурсов, у вас хорошо все со здоровьем, вы стабильненько так планируете свое время, знаете, на что, куда потратить, и, конечно же, это говорит о том, что, ну, вы при деньгах, и у вас такое гармоничное, спокойное состояние. Ну, конечно, после таких карт, если вы там влюбились, или заново, или только, то почему бы и нет, все, все стабильненько, отдохнули, съездили, приятно провели время на каком-то свидании, и вы понимаете, что теперь вы вот королева стабильности, да, неважно, мужчина вы или женщина, эту стабильность внутри вы ощущаете за свою жизнь, за свой комфорт. Ну, вот здесь есть девятка мечей, и она говорит вам о том, что есть какие-то внутренние переживания. Может, вы переживаете теперь за свою стабильность, то вы были, например, одна или один, а теперь у вас вот нарисовался такой партнер романтичный, и вы вот думаете, как я теперь буду справляться, я уже так привык или привыкла, что у меня все по полочкам, все как бы размерено в моей жизни, а теперь вот, ну, есть такие переживания, что на мой комфорт как-то повлияет присутствие вот второй половинки, да. Также это может быть, что вы, например, поехали куда-то, и там, ну, не знаю, неудобные подушки, вы не выспались, или перелеты связаны с большим разрывом времени, да, или вы где-то там делаете пересядку, и из-за этого ночи не спите. По этой карте еще может быть, что, например, вы занимаетесь каким-то проектом, вас нагрузили какой-то дополнительной обязанностью, и вы вынуждены работать по ночам. Или вы, например, для сохранения своей стабильности переходите в какую-то ночную работу, но вы понимаете, что это вам на благо, потому что там больше платят, например, за ночные смены. Может быть, для кого-то и так. Хорошо, давайте смотреть, что еще нам расскажут карты. Император. Император говорит о том, что действительно у многих из вашей жизни, кто был одинок, будут тревоги и сомнения по поводу мужчины, появившегося в вашей жизни. Верить, не верить, давать статус, не давать, соглашаться, не соглашаться, переходить на какие-то новые уровни, не переходить. По поводу работы тоже может возникать много сомнений. Может быть, стоит ли брать на себя какие-то новые обязанности, справлюсь, я не справлюсь. Но вы точно справитесь. Даже если вам придется больше в середине марта работать, это качественно переведет вас на более стабильный уровень. Если вы были в энергии королевы Пентакли, то потом вы выходите в императора. Да, может быть, вы не будете там спать ночами и работать над чем-то. Или вы будете брать какие-то новые смены, для того, чтобы как-то стабилизировать. Но по итогу вы придете к расширению своих возможностей. Это может быть, вас повысят, и вы станете начальником какого-то отдела, где вы работаете. Это может быть, что вы, например... А, это, кстати, может быть, что вы в середине марта сомневаетесь о том, открывать свое дело или нет. Потому что, например, вы были в найме, и теперь у вас открылись перспективы своего дела, и вот вы не спите ночами или разрабатываете стратегические планы, или вы сидите в депрессии, в сомнениях, стоит, не стоит, пойдет, не пойдет, к чему все это приведет. Ну, мы посмотрим, что там дальше вам скажут карты. Там уже начинается коридор затмений, там уже вступает в силу закон кармы. Девятка Пентакли – это приведет вас к стабильности, к радости, к самодостаточности. Вы четко понимаете, что с деньгами-то уж у вас точно все под контролем. Вам хватает на то, чтобы качественно жить, и самое главное, что у вас даже этого может быть немножечко в избытке, что вы можете, например, дарить кому-то дорогие подарки, или себе любимой, или любимому позволить гораздо больше. Поэтому все, в чем вы там сомневаетесь, откидывайте эти страхи, они не стоят того. Вы идете к самоценности, к тому, что вы достигнете вот этого «могу себе позволить». «Могу себе позволить». Смотрим дальше. Опять девятка мечей. Вас что-то, не знаю, не устраивает. Вы все равно переживаете. Ну, либо вот как, если вы взяли вот эту вот ночную подработку или вышли в ночную смену, тогда это действительно, ну, для тех, для кого это вот актуально, то это действительно вот эти, так и будет продолжаться вот либо эта подработка ночная, либо это вот ночной проект, да, но это выводит вас на качественно новый уровень. Это прям действительно большой рывок вперед. Единственное, для тех, кто там колеблется, чего-то боится, отбрасывайте это. Не стоит оно того. Не стоит оно этих переживаний, потому что вас жизнь выводит на новый качественный уровень. Лучше сконцентрируйте свои мысли на том, как вы хотите жить, жить, чего вы достойны, какие ваши новые амбиции, новые планы, новые мечты. И радуйтесь, радуйтесь и предвкушайте того, что ваша жизнь сейчас качественно меняется. Поэтому не стоит переживать. У вас появится новая гениальная идея в конце месяца. И вы четко поймете, что теперь вы отрезаете насовсем из вашей жизни, что как раз не способствует вашему процветанию, счастью и расширению возможностей. Вы это отбросите. Может быть, вы как раз не могли решиться на что-то, чтобы поставить точку, а не запятую, чтобы вы однозначно что-то заканчиваете, к чему вы больше никогда не вернетесь. Или вы принимаете четкое решение, как вы теперь будете жить, как вы теперь будете выстраивать новую стратегию. Это большой шанс на изменение. И я надеюсь, что вы его возьмете. А если вы возьмете его как раз на последние недели, то вы запустите карму времени, и ваша жизнь действительно кардинально изменится. Чего я вам искренне и желаю. Поэтому, если бессонные ночи будут тревожить вас, и вы не знаете, как выбирать, прислушивайтесь к своему сердцу. И, конечно же, отрезайте то, что не соответствует вашему счастью, вашему представлению о том, какой жизни вы достойны. И берите шансы на что-то новое, на то, на что не решались раньше. И действуйте, меняйте свою жизнь к лучшему.